Добрый вечер. Корреспондентам информационной программы «Наши новости» есть что рассказать о событиях в крае его столицы. В студии Кирилл Политов. Привет, Татьяна Диньер. Смотрите сегодня в выпуске. Ворота в Алтай. На границе с Казахстаном открыли обновленную дорогу. Работа над собой. Кто из осужденных края стал победителем конкурса иконописи? Изображение выполнено с обратной стороны. Работа делалась в зеркальном отражении. Спорт плюс шоу. В Барнауле с размахом прошел Кубок Сибири по армейскому рукопашному бою. Общее дело огромного количества людей. Если бы они, так скажем, не пожелали этого, ничего бы не произошло. Бийск занял предпоследнее место по комфортности проживания в рейтинге 100 городов России. Исследование провел Институт территориального планирования «Урбаника». Наукоград оказался на 99-й позиции между Махачкалой и Комсомольском-на-Амуре, который замкнул список благоприятных городов. Данные рейтинга основаны на отборе порядка 25 индикаторов – от стоимости жизни в городе до качества развития городской среды. В тройке лидеров, условно говоря, хороших для проживания городов страны – Краснодар, Сургут, Екатеринбург. Наши ближайшие соседи – Новосибирск на 17-й позиции, Омск на 24-й, Томск на 51-й. А вот Барнаул занимает 93-ю строчку рейтинга между Владивостоком и городом Шахты Ростовской области. К другим темам. Новый 8-километровый участок дороги на границе с Республикой Казахстан ввели в эксплуатацию. Он позволит не только существенно облегчить трансграничный поток грузового и легкового транспорта, но и повысить сообщения между ближайшими районами. За два неполных года здесь проведена глубокая реконструкция автомагистрали. Капитально отремонтировано более 8 километров. На эти работы было направлено 238 миллионов рублей из краевого бюджета. Стоит отметить, участок дороги включен в туристический маршрут «Большое золотое кольцо Алтая». И по сути, это дорога ворота в Алтайский край на юго-западе нашего региона. По оценкам специалистов, необходимость модернизации транспортной инфраструктуры в этом направлении возникла благодаря интенсивному развитию торговых отношений региона с Республикой Казахстан и странами Средней Азии. Дорога формальная регионального значения, формально, по бюрократической терминологии, а по фактическому значению ее дорога международная, совершенно точная. Таможня раздает добро, причем с размахом. Вот уже несколько дней сотрудники ведомства передают конфискованный товар социальным учреждениям региона. 18 миллионов – такова общая стоимость изъятой детской обуви. Я должен высказать слова благодарности Роспотребнадзору, которые также безвозмездно оказали нам помощь и провели полностью испытания по данной обуви. Вся обувь соответствует гигиеническим нормам и требованиям. Всего 42 тысячи пар в нашу страну не попали из Китая. Обувь через границу провез предприниматель из Рубцовска. Доставить смог, а задекларировать нет. Якобы у бизнесмена не хватило на эту процедуру денег. По решению суда товар перешел в собственность государства. Одним рейсам доставить в Барнаул продукцию не удалось. Объемы не вместились в большегруз ведомства. А потому таможенникам пришлось совершить 4 рейса. Сейчас вещи передают новым хозяевам. Ими станут подопечные социальных учреждений со всего Алтая. Таких центров помощи насчитывается несколько десятков. Большую часть продукции уже раздали. Так сегодня в 136 пар отправились в Олейск. На сегодняшний день на самом деле эта помощь важна. И мы благодарны, что смогли нам помочь. Наши дети нуждаются и в одежде, и в обуви. Поэтому для нас это очень важно, что мы оденем ребятишек. Продолжаем выпуск. Сегодня губернатор нашего региона вручил денежные сертификаты лучшим сельским учреждениям культуры и их лучшим работникам. В числе победителей модельная библиотека на Лобихе, в которой побывала Татьяна Гладкова. Ей слово. В селе на Лобихе Косихинского района проживает чуть более 4 тысяч человек. Половина из них читатели новой или модельной библиотеки. Она заменяет сельчанам местный клуб. Это и место встреч, и кружок по интересам. Мало нашим жителям. Они должны развиваться и идти в ногу со временем. То есть должны появляться у нас и новые технологии, и интернет, и компьютеры. Сейчас фонд библиотеки составляет 24 тысячи книг, а будет еще больше благодаря награде за конкурс в 100 тысяч рублей. На вопрос, как будете тратить деньги, отвечают. Мы потратим их с умом. Мы хотим немножко купить стеллажей выставочных, купить мультимедийную аппаратуру и художественную литературу для детей в основном. Может быть, немного взрослые, но в основном у нас будет акцент на детскую литературу. Инна Кондратьева более 25 лет и живет на Лобихе. Столько же лет является читателем. Поэтому победе сельской библиотеки радуется так же, как и работники. Надеется, что денег хватит и на новую мебель, и на новую литературу. Она учитель музыки. Говорит, некоторые произведения для своих уроков можно найти только здесь. Альбомы по художникам, которые помогают мне в работе. Так просто нигде их не взять, только через интернет. А ребятишкам мы показываем на уроках музыкальной литературы. Знакомимся с новинками. В Большом зале Краевой администрации только лучшие из лучших. И впервые средства для поощрения сельских учреждений культуры выделены региону из федерального бюджета. Конкурс проводился по нескольким направлениям. Культурная деятельность, библиотечное и музейное дело, детские, музыкальные и художественные школы. Всего для участия в конкурсе было подано более ста заявок. Татьяна Гладкова, Павел Лаурнин. Наши новости. Искупление вины за преступление возможно через рисование. Правда, не всего подряд, а только ликов святых. Так считают священнослужители и руководители системы исполнения наказания. Среди осужденных края прошел конкурс православной иконописи. Галина Юмашева и Андрей Печоркин посмотрели, что из этого вышло. Во многих исправительных учреждениях есть своя церковь. Как правило, ее убранство – дело рук осужденных, поэтому рисовать иконы им не впервой. Для участников конкурса строгих творческих ограничений не было. И техники работ оказались разными. Иконы выжигали, вырезали из дерева, вышивали и даже рисовали тушью на стекле. Изображение выполнено с обратной стороны. Работа делалась в зеркальном отражении. То есть с этой стороны чисто, краска внутри. Почему-то, когда делаю, я отдыхаю, когда иконы рисую. Обычно работу делаешь, встаешь. А когда иконы делаешь, ни капли не встаешь. Божья Матерь, Иисус Христос, Ангел-Хранитель и, конечно, Николай Чудотворец. Образы этих святых осужденные рисуют чаще всего. Видимо, кто-то скучает по своей маме, кто-то надеется на чудо, а кто-то просто обращается к Богу с молитвами о прощении и искуплении вины. Для осужденных это великая радостная возможность. Возможность очистить свою душу. И никак иначе. И это не просто красивые высокие слова. Соприкосновение со святыней очищает и освящает душу. Дать возможность осужденному очистить душу и встать на путь исправления – основная цель конкурса. Хотя многие скептики, которые живут на воле, не верят в покаяние через рисование. Мол, за колючей проволокой все набожные, а выйдут на свободу и снова примутся за старое. У нас много осужденных были здесь прихожанами данной церкви. И они сейчас непосредственно уже работают, так скажем, на общественных началах в других разных церквях. Тем самым уже отошли от преступности и не совершают, как я уже сказал, преступления. Конечно, многие иконы далеки от церковных канонов. Но люди в рясах уверены, даже такие образы святых, изображенные осужденными, заслуживают того, чтобы пройти обряд освящения и стать настоящими иконами, перед которыми можно молиться о покаянии и просить прощения за совершенные преступления. А победителем конкурса стал Николай Казарин, который отбывает наказание в Рубцовске. Его работа святитель Николай уже отправилась на финал в Москву. Галина Юмашева, Андрей Печоркин. Наши новости. А теперь о взрослом спорте. Голыми руками в краевой столице лучшие представители армейских сил сошлись в рукопашном бою. Победитель стал обладателем Кубка. И призы, и статус организовал наш земляк, Герой России, а также командующий воздушно-десантными войсками страны Владимир Шаманов. Однако сам генерал-полковник посетить Алтай не смог. Сейчас он находится в Псковской области. Напомним, там чуть меньше недели назад на полигоне погибли шесть военнослужащих. Еще двое получили тяжелые ранения. Для выяснения причин туда и отправился командующий ВДВ Владимир Шаманов. А в Барнаул приехал Михаил Мининков. Тоже наш земляк, десантник и Герой России. Михаил Анатольевич ответил на вопросы, связанные с турниром. Более ста спортсменов из сибирских городов Костромы и Свердловской области приехали в краевую столицу. Бойцы – лучшие силы двух родов войск. Военно-десантных и военно-воздушных. Организаторы убеждены, такие состязания позволяют привлечь внимание подрастающего поколения к развитию в себе бойцовских качеств. Армейский рукопашный бой – это прежде всего смелость, честность, порядочность, профессионализм. Это, скажем так, большие задатки дружбы между товарищами, которые занимаются этим спортом, большими традициями. А вот о самом событии через минуту расскажет наш спортивный обозреватель Юрий Борлис. Юра, а как тебе вечерние финалы Кубка? Вы знаете, порадовала, порадовала церемония открытия Кубка Сибири по армейскому рукопашному бою. Пышно, будто чемпионат страны или Европы. А то зовут нас, журналистов, на другие виды. Обязательно приходите, говорят, у вас только-то торжественная церемония. Придешь, а там дядьки в пиджаках толкают банальные речи. А сам спорт начинается минут через 30. Можно было и не приходить, зритель ничего не теряет. Друзья, побольше творчества. На арену Дворца Зрелища Спорта вышли участники всех 13 регионов. Активнее всего публика здесь откликается на слова «земляки» и «братство». Ведь бывших ВДВшников не бывает. Байраму Садучину и Гасану Халикову из клуба «Лидер» вручили значки и удостоверения мастеров спорта. Армейский рукопашный бой – это универсальная система обучения приемом защиты и нападения, соединившая в себе многочисленные элементы из арсенала мировых видов единоборств. Ну, это для тех, кто не знает. В финале категории до 60 килограммов Байрам Садучин в красном вышел против Арутюна Сагателяна, своего же одноклубника. Но молодого, что немаловажно, достаточно было ближнего боя и падения, и мастер спорта вышел все-таки победителем. Прямые удары не бьет, только на боковых заряжается. И я, зная его характер в ведении боя, поздравился пойти именно на дистанции. То есть, проработал далека. И скажу, что полностью я на 100% в данный момент не готов. Но и тем не менее опыт мне позволил победить его. Еще финал наш Дмитрий Пятибрат в красном поясе против бойца из Ханты-Мансийска. Оппоненты не спешили сыпать фейерверками ударов. С трибун доносилось, Дима, давай, я работу пропускаю за тебя. Рукопашник в синем получил замечание из-за разговора своего секунданта. Бой выдался не совсем контактным, но умелые атаки с расстояния принесли победу 19-летнему Пятибрату. Он аж запрыгал от счастья. В финалах тяжелых категорий нашим парням удача не повернулась нужным местом, увы. Но все же еще два золота Кубка командующего Шаманова достались алтайским воинам Денису Конакову и Висалу Рашидову. Последнему удался зрелищный нокдаун. Отрабатываем, это просто удар навстречу, его нельзя предугадать, так как получилось, так получилось. Это общее дело огромного количества людей. Если бы они, так скажем, не пожелали этого, ничего бы не произошло. Можно много имен, фамилий называть, но я думаю здесь все люди, которые неравнодушны к этому делу, они все здесь. Кто на татаме, кто непосредственно организатор, а кто болельщики. Всем спасибо, кстати, еще раз. Завтра в программе «Нескучный спорт» мы расскажем о первых домашних встречах волейболистов команды «Университет». Коллеги? Спасибо, Юра. Что ж, такие мы пили новости в первый день этой трудовой недели. На очереди прогноз погоды и две рубрики. Реплика и специальный репортаж. Телефон нашей редакции 659-129. Если вы что-то пропустили, то всегда можете еще раз посмотреть выпуски наших новостей в интернете. А мы, Татьяна Денир и Кирилл Политов прощаемся до завтра. Спасибо, что остаетесь с нами. Добрый вечер. Как создавал свою сеть Мария Рао, учитель физкультуры Барнаульской школы 64 Александр Ракшин? Правда ли, что Ракшин заставил свою дочь после окончания МГИМО, где она изучала японский язык, в обязательном порядке отработать у него три года в Сибири? Каковы принципы и планы алтайского миллиардера? Вот об этом я с вами поговорю после давно шумевшей статьи в журнале Forbes. Ну а начну, как обычно, с прогноза событий на уже начавшуюся последнюю неделю месяца октября. В среду губернатор края вручит алтайским медикам 20 автомобилей скорой помощи. Депутаты КЗС рассмотрят в первом чтении проект бюджета края на 2014 год. Как ожидается, оппозиционные фракции внесут в проект немало предложений и поправок. В пятницу откроется после реконструкции подстанция в пригороде Барнаула, самая мощная в крае. Она будет обеспечивать электричеством половину Алтая. Стоимость реконструкции 2 миллиарда рублей. Про Марию Ра говорят разное. И говорят, в общем, справедливо случается и критикуют, тоже справедливо за уровень обслуживания и ассортимент продукции. Кто бы спорил. Но ведь ни одному местному бренду так далеко в прямом и переносном смысле продвинуться не удалось. Да и удастся ли в ближайшее время. Вот почему откровенный материал в знаменитом журнале Forbes о Марии Ра и ее совладельце Александре Ракшине уже вызвал столько суждений. Выскажу свои и я. Forbes напоминает, что 62-летний Александр Ракшин свой бизнес начал с небольшого овощного магазина в Барнауле в 1993 году. А сейчас крупнейшая в Сибири розничная сеть Мария Ра насчитывает 570 супермаркетов в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Выручка компании в 2012 году составила 40,8 миллиарда рублей. Прогноз на 2013 год 50 миллиардов. Состояние Ракшина Forbes оценивает в 700 миллионов долларов. Это 148 место в списке богатейших людей страны. Миллиарды до миллионы. Ну вот собственно всех волнует прежде всего, как из учителя вышел миллиардер. По версии Forbes вышел как-то потихоньку, так сказать сам собой. То есть без протекции начальства и распила бюджетных средств. Вот 93-й магазин, названный кстати в честь матери. Четверо сотрудников, весы с гирьками, привязанными леской, чтоб не украли. Вот первая оптовая удачная закупка 4 вагона зеленым горошком, успешно проданных за неделю. А вот кредит в 1 миллион долларов, взятый на кануне и фолтой, чуть был не погубивший все дело. А вот смена ориентации, отечественные товары, никаких кредитов и прямо-таки вертикальный взлет после этого. Ракшин откровенно признается, что с поставщиками работает жестко. Например, заставил их наносить штрих-код на все товары за свой счет и фасовать продукты строго по граммам. По словам одного из поставщиков, который приводит Forbes, наценка сети выросла с 25 до 52 процентов. При этом товар не должен стоить дороже, чем у конкурентов. Поставщики сетуют, что уйти из Марии Иран нельзя, цитируем, потеряешь 4 региона. Ну а еще Ракшин с 96 года регулярно ездит на запад, учится тамошним торговым премудростям, говорит, научился. А еще активно привлекает детей к своему бизнесу. И история с дочерью тоже вот не легенда. Вместо Японии она с мужем держалась в отцовском деле, да и работает здесь уже больше 10 лет. Ну, конечно, семейные отношения в передаче Ракшина-старшего для Форбса выглядят, возможно, куда более идилличными, чем на самом деле. Но принцип семейственности, как мне кажется, он и вправду старался, ну и, наверное, старается придерживаться. Ракшин опровергает слухи о предстоящей продаже Марии Ирана самой крупной сети России, Магнит. Конкуренции с самыми сильными игроками он не боится. И готов продолжить экспансию на сибирские регионы и даже Казахстан. А реплика сегодня звучит так. По прочтению форбсовского материала и карьера и перспективы Ракшина его Марии Ира выглядят нормально, так впечатляюще. Правда, вопросы у широкой публики, конечно, осталось. Без умолчания, думаю, дело не обошлось. Откровенным материал мы называем, ну, только в сравнении с другими материалами о Марии Ира. Но правда ведь и то, что в Марии Ира сейчас работает 16 тысяч человек, что без магазинов Марии Ира невозможно представить себе города и поселки Край, а без спортивных и благотворительных мероприятий жизнь региона. Так что, повторю, давайте уж будем гордиться нашим чуть ли не единственным сильным алтайским брендом, каким бы он там ни был. Увидимся в пятницу. Он такой же холодный, как айсберг в океане, и такой же беззащитный перед напором глобального потепления. Ледник Большой Актру. Один из ледников горного узла Биш и Ирду. В переводе с алтайского Актру – белое жилище или белая стоянка. Это название носит и самая высокая здесь вершина – 4075 метров. И ледники, и образующаяся из этих вот река тоже Актру. И ущелье, по которому она протекает. И, наконец, расположенный в этом ущелье Альплагерь, а также база ученых-глициологов. А началось все в далеком 1938 году. Говорят, что когда-то в 1937 году, по крайней мере, если верить легенде, Сталин сказал, люди, покоряющие горы, побеждают в войне. Именно с того момента началась история лагеря Актру. В середине 50-х по инициативе Михаила Тронова, ученого с мировым именем, того самого, который в 1914-м первом в паре со своим братом покорил знаменитую алтайскую белуху, здесь была построена гляцию-метеостанция. Сегодня некоторая часть еще действует, часть не работает. Финансирование научных исследований не позволяет обновлять оборудование. Хотя есть надежда, что скоро здесь все изменится. Мы попали в международную программу международных станций, и не только арктических, но и материковых. И второй год у нас проводится международная школа, которую возглавляет нобелевский лауреат Терри Калаган. И надеемся, что, попадая в эту программу, у нас будет финансирование и исследования будут продолжаться. Мы поставим автоматические станции, и развитие у нас будет не только в технике, но и в людях. Высота, на которой находится лагерь Актру, 2200 метров над уровнем моря. Метеоустановки разбросаны по всему ущелью и вершинах хребтов. На одной из них расположена глицеологическая база, где будущие глицеологи проходят практику 2860 метров над уровнем моря. Первое, на что обращают внимание, естественно, после Голубого озера, все, кто сюда поднимаются, это вот этот уютный, маленький такой, почти игрушечный, желтенький домик. Это база глицеологов. Вот именно здесь останавливаются студенты Томского университета. Что очень интересно, там внутри целый склад продуктов. То есть там можно найти сахар, сухие каши, чай, кофе, все что угодно. Но то, что не портится. А все потому, что все, кто сюда поднимаются, они не забирают продукты с собой вниз, они оставляют их здесь. То есть, если ты забыл что-то внизу, у тебя есть уверенность в том, что здесь хотя бы чаю ты точно попьешь. Потому что там внутри есть еще и котелки. Ну а если вдруг у вас застигла ненастья, погода здесь портится очень быстро, очень непредсказуемо, то тоже можно здесь вот внутри домика переждать ее. Сложно представить, но иногда ученые, чтобы собрать данные с приборов, по несколько раз за день поднимаются и спускаются с этих вершин. Кстати, здесь работают не только глицеологи и метеорологи. По материалам, собранным в этом ущелье, написаны сотни диссертаций по биологии. Лес Актру уникален. Большинству кедров 500 лет и более. На всю огромную площадь растет всего три ели. Зато и дельвейсов не счесть. Но главное все-таки ледники. Они, ну во-первых, двигаются. У них есть зона питания и зона разгрузки. То есть в верхней части они питаются снежным снегом, который, значит, как твердые осадки. Здесь очень снежный покров достаточно большой. И поэтому, кроме этого, температуры они несколько отличаются. Например, если внизу, в Курае, в Кошагачи, там температура минус 40 и ниже, то здесь ниже 30 и редко опускается температура 25-30. Вот только за счет того, что вот именно движение воздуха, циркуляция и тепло здесь сохраняется. Вот если туда заглянуть, видны сосульки, видно, как он тает. И вот так рождаются реки, великие, алтайские. Вот так выглядит край ледника. Зрелище ошеломляющее. Вековая мощь и величие красоты. А еще напоминание о том, что все в этом мире взаимосвязано. Ледники рождают реки. Реки дают жизнь всему живому. Марина Волкова, Иван Зяблецкий. Наши новости.